Девочка-пай RSE的ntags Honda這個無人車 ,無人駕駛 Гоголл, они учитывают оборудователь, а в оборудовании, Тесла, тоже есть авторопилот, и они просто просто эти вещи сделаны и сделаны более стремленные и более конечный, Вы себе представлены? Эти вещи, в целом, в оборудовании, все из-за того, из-за того, как начать из-за того, Например, почему будет ABS? Если у вас будет ABS, когда вы может быть аккумулититом, Между теми, если отверстия спорта, строительство, значения и другая градация, если они все эти классы, это и более осветлённо как дорожная цена, тогда это будет больше, как я вижу. Я хочу высвободить специально, с теми временем, если вы хотите ближе сделать это, и если мы поймем на 10 или 20 назад, 10年前的ABS,安全气囊, 10年前的车身动态稳定, 群体放化, 那到现今的自动跟车, 自动煞车,自动跟车, 其实把这些科技整合起来的话, 大概我觉得, 5年, 10年, 这个东西可能就已经成熟到, 可以开始上市, 然后开始真的量产, 那如果个人的想法啦, 就是说, 其实这些科技都已经是有的, 那为什么很多车舱他们现在在做, 在直做车, 因为在一个国家要上市, 你要跟着他们的法规走, 那美国法规又是大家所知道的, 算在安全跟一些保护乘客, 最严格的一个国家之一, 跟欧洲的一些其他国家比起来, 那这变成说, 你要顺着法规走, 工程师们呢, 就要必须要一直去脑力激荡, 怎么样把这个东西做得更完美, 再加上更安全, 再加上还可以通过国会的这些法规, 对, 这个其实我觉得是一个门槛啦, 那三五年后这些产品, 我相信是已经非常成熟, 可是问题是呢, 那些lawmaker, 能不能顺应的这个名义, 或者是这个潮流, 把这个法规再做修改, 这就是一个很大的一个问号。 我想到你了, 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 你子忍得了好, 这就是那个快乐已经没有了, 这就是那些偿心化的啊, 我想到你了, Продолжение следует...